Я бы хотел рассказать про проект, который мы делаем в партнерстве с United States Geological Survey. Он заключается в определении мест, на которых произошли облазы. Наверное, для городских жителей это не так актуально, как, например, ошибки врачей. Но, как показывает практика, облазы не эти происходят достаточно часто. Например, на прошлой неделе сошел берег в Одессе. Несколько цифр — 11500 человек, 500 летальных исходов. Произошло с 2007 по 2010 год в 70 странах мира, а также около 1,5 млн долларов. Соединенные Штаты тратят на возмещение убытков с оползом. Итак, оползни бывают нескольких видов. Они варьируются в зависимости от скорости движения, а также в зависимости от влажности почвы и, соответственно, тех триггеров, которые увлекут за собой движения. Оползни исходят в основном из-за вымывания почвы и воздушной лазью. Вот так и отработается. У нас прошел синий дождь. Масса почвы увеличилась. Так, как я уже сказал, целью исследования является определение по поздним постфактум с помощью данных с разных источников. Источниками этими являются DEM данные и данные со спутников. Причем данные с разных спутников. Эти данные могут быть в разных представлениях. Multi Spectral и Single Spectral. Поясню, что такое DEM. Поясню, что такое DEM. DEM data — это карта высот. Каждому пикселю соответствует высота соответствующей точки на местности. Соответственно, на изображении видно пять классов различных облазин, которые нам предоставила научно-исследовательская группа. Это доисторические и исторические облазни десятилетней давности и облазни, которые происходили в 2005 году. Как формируется картинка, которая приходит от нашего спутника? К каждой точке, каждому пикселю соответствует величина энергии или интенсивности тех волн, которые пришли с соответствующего отрезка спектра. Здесь представлен пример изображения сотрудника. Итак, что было сделано, мы попробовали как подход с учителем на основе DEM данных, так и подход без учителя. Во время опытов с DEM данными мы использовали градиентный пустинг и нейронную сеть, собственно, те модели, про которые рассказывал Саша и Дима. Ту модель, про которую рассказывал Дима, мы использовали в классическом ее использовании для сегментации. То есть для восстановления карты, где именно происходил он слайд или нет. Для обучения без учителя мы пробовали восстанавливать движение почвы, которое можно заметить по двум соседним снимкам со спутника, которые были сделаны в разный момент времени. А также методы, которые позволяют определять видимые изменения на двух разных изображениях спутников. Что касается feature engineering, для метода обучения учителя мы использовали следующие фичи. На этой картинке приведен слоп — это крутость склона. Также аспект — это направление склона. И profile — F — это функция, которая описывает высоту. Кривизна. Кривизна. Которая определяет, соответственно, на этом изображении выпуклость и пуклость поверхности вдоль склона. Собственно, архитектура, наверное, уже рассказал Дима. Наверное, стоит уточнить, что в последнем слое здесь двухразмерный массив, который отображает в каждом пикселе вероятность того, что в данной точке когда-то происходил опыт. Теперь перейдем к методам обучения с учителем. Что касается сбора данных, в этом нам помогла та научная группа, с которой мы сотрудничаем. Они предоставили снимки со спутников с привязкой к координатам конкретного оползня, который они исследуют на протяжении уже 15 лет. Однако перед нами встали такие вызовы, как выравнивание изображений и их нормализация для дальнейшего анализа. Сейчас расскажу, что я под этим имею в виду. Спутник во время съемки местности привязывается к геопозиции не совсем точно. Поэтому, поскольку мы имеем дело с медленными оползнями, которые сдвигаются до метра под, мы можем спутать вот этот сдвиг изображений с теми изменениями, которые нам действительно интересны. По этой причине нам нужно выровнять изображение, промачив систему координат какого-то изображения, например, после, с системой координат изображения до. Для этого используется алгоритм, который называется Enhanced Correlation Prohibition. Он использует вот эту матрису гомографии как параметр и максимизирует кросс-корреляцию между двумя изображениями. То есть, другими словами, похожесть этих изображений. Вот результаты. Как видно, слева это та картинка, которой мы пытались выровнять картинку справа. Вот этот домик сдвинулся вот по другому ветру. Для понимания масштабов, этот сдвиг эквивалентен сдвигу, наверное, где-то на 2,5 метра. Собственно, на это уже выровнение изображений. Может показаться, что растительность немного прыгает, однако такой эффект у ствола не нужен. Возникает из-за изменения угла направления теней. Далее, поскольку мы не хотим зацикливаться на тех изменениях, которые возникают в среде, а хотим искать те изменения, которые сопровождаются именно оплазнями, нам нужно нормализировать картинки, чтобы они выглядели максимально похоже. Для этого мы ищем линейное преобразование, возможно, нелинейное, и минимизируем разницу по пиксельной разнице ствола между двумя картинками. Теперь непосредственно о методах, которые позволяют нам определять эти движения. Первый метод — это оптический поток. В результате оптического потока мы получаем двумерное векторное поле. Соответственно, при каждой точке мы получаем сдвиг по оси обсцессии, по оси отдельно. Однако оптический поток работает при двух достаточно жестких предположениях. Считается, что яркость пикселей объектов, которые двигаются, не должна меняться от изображения к изображению, а также что соседние пиксели двигаются по одному паттерну. Что получается на самом деле? Движение оползня, тем более медленного, оно достаточно случайное, поэтому соседние точки могут двигаться в разные стороны, а также в силу того, что картинки у нас достаточно широко расположены во времени, те изменения, которые получаются вследствие каких-то изменений среды, например, изменения растительного покрова или разницы во влажности почвы, они более существенны, и поэтому, например, не так хорошо видно, но в области растительности у нас достаточно много шума появляется. Однако сама область оползня выделяется в сравнении с соседними участками изображения. Далее мы попробовали методы, которые позволяют определять видимые изменения на изображение. Их существует достаточно много. Другой мы использовали страшный сигнал «Т-Индекс», который состоит из трех компонент. Это компоненты, которые сравнивают освещение. Это компоненты, которые соответствуют средним по двум окнам изображений. Далее компоненты, которые соответствуют контрасту. Это компоненты, которые соответствуют средним по тратическому уклонению. И также компоненты, которые соответствуют структурной схожести изображения. Это ковариационная матрица. Вот такой результат получается вследствие применения метода. Здесь приведено значение этого индекса. На картинке справа приведено значение, которое… Приведена карта, которая получается вследствие применения адаптивного отсечения, которое называется Adaptive Thresholding. Есть несколько вариантов. В частности, можно, например, минимизировать энтропию разделения по двум классам. Или же минимизировать также стандартное отклонение интенсивности пикселей в двух классах. На текущий момент у нас есть знание того, какие типы инслайдов существуют и с какими типами инслайдов мы работаем. Мы понимаем физический процесс, который приводит к тому, что участки земли становятся подвижными. Также мы научились работать с разными источниками данных и применили несколько стандартных подходов, которые используются для анализа данных и снимков со спутника. Это те задачи, которые перед нами возникают в дальнейшем. Это сведение на нет тех изменений, которые возникают в окружающей среде без облакней. То есть изменение цвета почвы и так далее. Почему? Потому что мы используем статистические алгоритмы. И на самом деле кардинальные изменения в картинках существенно ломают алгоритмы, которые мы используем. Такие как оптический поток или, например, выравнивание с помощью коррекционных пациентов. Я хочу еще добавить, что поговорим четко. У нас есть несколько источников данных. Это разные спутники. Разные ГДА снимали разными спутниками. У них разные камеры. Кроме этого, некоторые камеры снимаются черно-белом. На автоматике изображения были условно разрешения. Некоторые в цветном. И цветные спутники разных камер тоже отличаются. Плюс дополнение у нас еще есть, так называемое, лидар-дата. Это лазерное. Это когда свой дрон запускает или самолет снимает какую-то нервную картинку. Еще есть такая дата. Но есть данные на ней для всех областей, которые заинтересованы. Это гораздо меньше спутники для себя. Из интересного куда этот проект движется, что теоретически у нас доступ к ежедневным картинкам всей территории Соединенных Штатов раз в день с разрешением полметра. Если мы построим объем, который масштабируется на такой объем данный, который сможет анализировать всю территорию Соединенных Штатов как каждый день, то мы сможем показать потенциальные успехи с какой-то традицией для вас. Я не знаю, что это зависит от того, что вы хотите показать. Я не знаю, что это зависит от того, что вы хотите показать. что эти две картинки начинаются до и письма. Я еще добавлю, мы работали с специалистами из ЕС, которые специально тренированы определять эти оползли. Это искусство. Не тренируются, не горят ноты, не фотографированный человек не видит, а я вот вижу вот здесь вот это, вот здесь вот это. Это, наверное, оползли. Короче, это просто демон фотографий посылать. Я с собой с работы уже. Кроме того, как я говорил, мы работаем с медленно ползущими оползлами. То есть вот на этой диаграмме видно, что у более быстрых оползней, видимо, изменения больше. Мы же работаем с soil creep и solid function. Поэтому те изменения, которые мы ищем, это, наверное, какие-то сдвиги деревьев или каких-то ключевых точек. Ага. Да, я просто думал бы запропоновать просто детектить рослини и стиворизать и об этом заменять на что-то. А вот по идее бы стилотиди нампидерсы. Ну да, проблема там, посадили гектар дерев и... Ну там со зрительностью там еще явные сезонные изменения. Сезонные, вообще-то. Да. Ну и что, это ищите уже оползли постпаду. Вы, получается, уже находите. Где они произошли? Да. Не совсем. Мы хотим найти, когда они в процессе. Это возле, может быть, 25 лет, понимаешь? Ползет медленно, мы его заметим, скажем, вот там происходит. Ну да, мы уже тут хрипеть, тут едут. Ну, точнее, это не прогноз, это его обратить. Ну, своего рода, все-таки, наверное, прогноз, потому что он рано или поздно превратится в быстрый. Быстрый. Не, может так. Еще 100 и толстис. Он просто ползет. 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 Или тюмбой газопровода. Который сразу будет. А бы уползти разом с домом, нет? Да? Да? В Сан-Франциско такие случаи были. Я живу в Калифорнии, у нас в Калифорнии. Да? Там до сих пор закрыт хайвей уже. Пойдем в Техасин. Оли. Оли. Ползем куда-нибудь. Хорошо. Хорошо. Спасибо Тимуру. Продолжение следует. Понимаете. Спасибо. 市民 démocrатура. Очень приятная присоединяемах окружающих об einer bulноте Zuistan.